О том, какую опасность представляют пустующие дома, рассказывать не нужно. О нашумевшем случае в Могилёве слышал чуть ли не каждый. Когда несколько лет назад под плитой заброшенного дома погибли двое детей. Виновные наказаны, но жизни не вернуть. Тема ветких домов – одна из важных. Именно поэтому меры по сокращению незавершённых и незаконсервированных жилых домов обсудили на заседании госполкома. В сентябре 2019 года решением суда Бобруйского района и города Бобруйска изъято от реземельных участка с незавершёнными строительством жилыми домами по адресам улица Прилукская, 90, улица Солнечная, 36, улица Владимирская, 5. В настоящее время на рассмотрении суда Бобруйского района и города Бобруйска находится исковое заявление с материалами об изъятии незавершённого строительством жилого дома по улице Широкая, 2-й, 81-я. На данный момент в городе 23 незавершённых строительных объекта. А вот дом, согласно закону, могут признать пустующим или ветхим только после осмотра специальной комиссии. В неё входят представители госполкома, администрации районов, УВД, МЧС, санстанции, кадастрового агентства и других служб. В Бобруйске 69 жилищ уже сейчас считаются ветхими, ещё 39, как говорится, в работе. Собственниками 32 жилых домов, включённых в реестр, направлены заказные письма с подписаниями о необходимости восстановления жилых домов. Граждане, которые не получили предписания, граждане, местонахождение которых неизвестно, то есть они прописаны в этих пустующих, в этих домах, которые уже разрушены по ним, направлены уведомления УВД о местонахождении таких граждан. Во время заседания мэр города отметил важность вопроса. Александр Студнев поручил в течение месяца составить полный реестр пустующих и ветхих домов, а также усилить взаимодействие исполнительной власти, правоохранительных органов и других служб. Само решение отправлено на доработку. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.